Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире канал РАХИС-24, программа «Здоровье» и я, ее ведущая, Мария Нагирова. Начну программу по традиции с обзора новостей в медицине. В Карачаево-Черкесии отменены основные коронавирусные ограничения. Связано это с улучшением в регионе эпидемиологической ситуации. Напомним, что в настоящее время в ковид-госпиталях Карачаево-Черкесской республики проходит лечение менее 100 человек. Это рекордный минимум с лета 2021 года. А суточный прирост вновь инфицированных на середину марта около полусотни человек. В итоге решение регионального оперштаба в Карачаево-Черкесии полностью сняты требования по QR-кодам. Отменяются рекомендации по переводу работников на дистанционную форму работы. Снимаются ограничения по проведению массовых культурных, спортивных и досуговых мероприятий. Также отменены требования по социальному дистанцированию и ограничения на количество посетителей общепита, исходя из площади помещения. При этом в республике продолжает действовать масочный режим в учреждениях и организациях, общественном транспорте и местах массового скопления людей. Плюс сохраняются требования по термометрии сотрудников и усиленной дезинфекции. А в случае осложнений эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть возвращены. Под вариант коронавируса омикрон, получивший название стелс, из-за способности еще быстрее распространяться в популяции, вполне может стать самым преобладающим штаммом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Министр отметил, что данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта омикрон. Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляются под вариант омикрона стелс. В России создается консорциум по внедрению ценностно ориентированного здравоохранения. В рамках консорциума предлагается развивать сотрудничество по следующим направлениям. Интеграция подходов к оценке качества и оплате медицинской помощи с учетом результатов, важных для пациентов. Создание системы мониторинга ценностно ориентированных показателей. Формирование конкурентной среды между медицинскими организациями различных форм собственности, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность. Популяризация подходов ценностно ориентированного здравоохранения для медицинских работников, а также вовлечение пациентов в оценку своего здоровья посредством разработки и внедрения опросников. Консорциум не является юридическим лицом, открыт для участия всех заинтересованных сторон. В России нет дефицита импортных и отечественных лекарственных препаратов. Однако, ажетажный спрос может приводить к их временному отсутствию в аптеках, утверждают представители аптечных ассоциаций, сообщил фармацевтический вестник. На складах и в пути к нам находится достаточно большое количество товара, уточнила директор саморегулируемых организаций Ассоциация независимых аптек и глава альянса фарма-ассоциации Виктория Преснякова. По ее словам, отсутствие ряда лекарств связано только с повышенным спросом. Для отлаживания системы поставок необходимо время. За два с лишним года жизни в условиях пандемии система здравоохранения полностью перестроилась, стала более мобильной, быстрой и гибкой. Ведь любой кризис служит толчком к развитию. Медики нашей республики создали систему диагностики и восстановления здоровья после коронавирусной инфекции. Как она работает на практике, расскажем в нашем сюжете. Республиканский лечебно-реабилитационный центр начал принимать на восстановительное лечение постковидных пациентов в конце 2020 года. А за 2021 год реабилитацию здесь уже прошли без малого 2000 человек. С 2021 года, можно сказать, мы начали в конце 2020 года, можно сказать, единственные на Северном Кавказе начали заниматься постковидной реабилитацией. Определили для себя, поставили цели приоритетов в постковидной реабилитации И начали заниматься в основном постковидной реабилитацией, поскольку больных очень много, как вы сами понимаете. По статистике, у четверых из десяти человек, перенесших коронавирусную инфекцию, наблюдаются серьезные осложнения на органы пищеварения. Но самая большая нагрузка приходится на печень. Частое поражение печени связано с приемом медикаментов достаточно серьезных. Это гормонная терапия, антибактериальная терапия, противовирусные препараты. Зачастую самолечение пациентов, с которыми мы встречаемся и встречались на этапе лечения новой коронавирусной инфекции. При этом многие ошибочно полагают, что легкое течение коронавирусной инфекции гарантирует отсутствие осложнений. Бывает достаточно легкое течение новой коронавирусной инфекции, но мы видим более достаточно серьезное поражение органов желудочно-кишечного тракта. Зачастую бывает, что достаточно тяжело протекало заболевание, но у больного в данном случае поражение минимизировано со стороны органов пищеварения. Все достаточно индивидуально. Комплексная оценка текущего состояния организма в рамках диспансеризации людей, перенесших коронавирусную инфекцию, позволяет определить, какие органы и системы пострадали больше остальных. Ни для кого не секрет, что новая коронавирусная инфекция, вирус достаточно нейротоксичен и вызывает поражение головного мозга, поражение крупных стволов. Создается комиссия мультидисциплинарная, в ходе которой идет четкое выяснение симптомов, жалоб, течения. И, соответственно, создается программа индивидуальной реабилитации, подбирается для каждого пациента. Даже после окончания восстановительного лечения пациенты остаются под наблюдением участковых терапевтов и при ухудшении показателей направляются на повторную реабилитацию. Райми Шен, Роман Нагаев, Архиз, 24. Ни для кого не секрет, что приход долгожданной весны – это не только потепление, солнышко, ожидание лета, но, увы, и рост числа простудных заболеваний. Рост прогнозируемый ежегодный. О том, чем вызвано и как минимизировать проблемы, казалось бы, ответ очевиден – повышать иммунитет. Но так ли это просто? Кому необходимо и на что обращать внимание? Поговорим с гостем программы, врачом-иммунологом Кубановой Лейлой Тимуровной. Здравствуйте, Лейлая Тимуровна. Здравствуйте. Врач-иммунолог очень ответственно, очень интересно и очень сложно, потому что иммунитет, насколько мы знаем, очень сложная штука в нашем организме. Есть очень много вопросов, как укреплять иммунитет, как же все-таки создать такой иммунитет, чтобы ничем не заболеть. Возможно ли это? Расскажите нам, что вообще такое иммунитет? Ну, укрепление иммунитета – это довольно сложная система. Это не уровень чего-то, не уровень витамина Д, железа, цинка и так далее. И поднимание иммунитета, его поднятие – это не… Поднять иммунитет – это не значит пропить какие-то витамины, восполнить какой-то дефицит и так далее. Это сложная система, которая требует его тренировки. Иммунитет больше, чем повышенный, должен быть натренированный. Тренировка иммунитета – это уже набившие всем оскоминные рекомендации по закаливанию детей, обеспечению здорового образа жизни, то есть здоровый сон полноценный, полноценное питание. Это единственное, что на данный момент нам обеспечивает здоровый иммунитет, здорового ребенка, который способен бороться с инфекциями так, как он это должен делать. Ну вот, все равно этот вопрос стоит репром для многих. Многие начинают пить витаминчики, еще чуть ли не с самого рождения давать их детям. В том числе их принимают и взрослые для укрепления иммунитета. Мы знаем, что есть очень много препаратов в виде свеч разного предназначения, скажем так, которые для поднятия иммунитета. Насколько это все имеет какое-то обоснованное назначение? Ну, витамины, микроэлементы, конечно, они имеют свою подоплеку для назначения в целях профилактики определенных инфекций. Но, опять же, повторю, что важна тренировка иммунитета. Иммунитет должен быть мобильный, способный быстро реагировать. То есть в организме человека должна быть своя система быстрого реагирования. Это обеспечивается не просто достаточным... Ребенок, который имеет достаточный уровень всех витаминов, всех микроэлементов и других пищевых веществ, он тоже может так же часто болеть. Если он ранее не сталкивался с этими возбудителями, он начнет болеть каждый месяц. Использование иммуномодуляторов уже давно признано медицинским сообществом, что это не рекомендуется, не имеет какой-то доказательной базы, в том числе интерфероны сами, индукторы интерферонов. Они не позволяют часто болезщего ребенка сделать здоровым. Так все-таки это не совсем верная позиция в том плане, что возможно укрепить иммунитет какими-то лекарственными препаратами. А если мы говорим о закаливании организма, можно ли это делать и насколько это действенно? Закаливание организма действенно в высокой степени. Начинать это нужно с самого рождения ребенка, не создавая тех самых парниковых слоев, обеспечивая ему знакомство со всеми чужеродными веществами, которые его окружают и должны окружать в будущем его взрослой жизни. Потому что зачастую сталкиваются дети с тем, что выросли в условиях, где их ограничивали от всего этого. И пойдя в детский сад, школу, они неизбежно с этим совсем сталкиваются. И начинают очень часто болеть. Болеют один, два, три раза в месяц. Это, конечно, пугает родителей. И постоянное использование лекарственных средств в течение месяца-двух – это ненормально. Ну вот опять же, возвращаясь к лекарственным препаратам. Тут мнение очень двоякое иногда. То есть кто-то при каких-либо симптомах насморка элементарного начинает давать ребенку все возможные и невозможные препараты, антибактериальные, противовирусные. А некоторые мамочки все-таки придерживаются такой позиции, что пусть работает иммунитет и не дает антибактериальные и те же противовирусные препараты. Какая же позиция здесь верная? И где найти эту правду? Когда все-таки лучше действовать, а когда лучше подождать? В назначении лекарственных средств, конечно, лучше всего обращаться к педиатру. Зачастую мамы путают. Ребенок сходил на улицу, и у него потек-потек нос, пошли сопли. Это не какая-то инфекция, это не болезнь. Зачастую это проходит через день-два, поскольку существуют рефлексы в результате переохлаждения, расширяются сосуды, сужаются сосуды носовой полости. Из-за такого дисбаланса возникает вазомоторный ренит, выделяется просто больше жидкость, возникает насморк, но в течение нескольких дней проходит, купируется. Но если этот насморк сопровождается повышением температуры, чиханием, кашлем, то тут, конечно, уже имеет место острая респираторная инфекция, которая также не требует от родителей принятия каких-то экстренных важных решений. Всегда это обильное питье. Но если же ребенок начинает температурить дольше трех дней, то нужно обращаться к педиатру. Есть свои красные флажки, так скажем, которые должны насторожить родителей с самого начала. Они лучше всего знают своего кроху, если меняется его поведение, он становится более вялым, отказывается от еды, которую любил, то тогда его, конечно, не нужно ничего ждать и вести к врачу. Также, если возникает рвота, какая-то сыпь появляется, также необходимо обращаться за медицинской помощью. Ну вот еще одно мнение, которое, наверное, существует касаемо тех же антибактериальных препаратов, что есть такое убеждение, если ребенок в детстве получал антибактериальные препараты, иногда их было два, которым прописал врач, значит, что потом у них просто иммунная система пришла в упадок, иммунитет убит, это и дисбиозы, и дисбактериозы, и вообще полное отсутствие иммунитета. Насколько это утверждение является правильным? Действительно, обильный прием антибактериальных препаратов в раннем детстве, особенно в младенческом возрасте, приводит к указанным вам проблемам. Но это неотвратимая ситуация, и все это можно исправить. Иммунитет не убивается в этом случае, он просто оказывается не нужен в тех ситуациях, когда его функцию начинают замещать лекарствами. Он как бы спит, и поэтому необходима опять же тренировка этого иммунитета. Его можно восстановить, восстановить его скорую подобную реакцию, быструю, когда ребенок уже даже не болеет, а столкнувшись с инфекцией, быстро ее переносит в латентной, скрытой форме. Родители даже не замечают, что он заразился чем-то. Ну и еще один вопрос, наверное, касаемый иммунитета, опять же, про прием народных средств. Возможно ли какими-либо народными средствами укрепить иммунитет? Ну, закаливание, мне кажется, тоже можно отнести к народным средствам. И также признается медицинским обществом. Ну и других каких-то средств нет. Это хороший сон и хорошее питание. То есть, исходя из всего того, что мы говорили сегодня, тренировка иммунитета – это контакт с тем патогеном, скажем так, который может вызывать какую-либо реакцию, будь это кашель, чихание или еще какие-то другие симптомы. То есть, постоянно сталкиваясь с этим, мы тренируем свою иммунную систему. Тогда с чем связана вот резкая вот такая иногда заболеваемость во взрослом периоде? То есть, в детстве он не болел, а во взрослом периоде начал болеть. То есть, вроде он прошел все контакты, которые возможны. Почему тогда у взрослых это появляется? Ну и взрослые, в том числе, не только дети, сталкиваются с различными рода инфекциями. И многие инфекции способны вызывать вторичный иммунодефицит. Иммунодефицит, который не сохраняется на всю жизнь, но, однако, может. Такие инфекции, конечно, требуют более тщательного и внимательного подхода. И вторичный иммунодефицит, возникший, требует коррекции. Тогда нужно обращаться за медицинской помощью для выявления его наличия или отсутствия. Касаемо коронавирусной инфекции, которая у нас вроде как уже пошла на спад. Опять же, зависит ли заболеваемость тоже коронавирусной инфекцией от состояния иммунной системы? И насколько, какое влияние может оказать COVID на состояние иммунной системы? Ну, давайте о каких-то безапелляционных утверждениях сейчас я не могу относиться на новой коронавирусной инфекции. Все это исследуется, изучается на данный момент. Но однозначно уже есть случаи, описанные в определенной закономерности, отслеживается возникновение дебюта и манифестации после COVID-19, различных аутоиммунных заболеваний, ревматологических, хронической крапивницы, возникновение аллергии, вторичный иммунодефицит в том числе. Ну вот вы сказали о том, что в принципе никакими препаратами иммунитет поднять нельзя. Специальными, специфическими, скажем так. А вот если мы хотим определить состояние своей иммунной системы, вот хочу я знать, в каком состоянии я сейчас нахожусь и каков риск заболеть. Есть ли такие анализы, которые мне четко скажут, в каком состоянии мой организм? Ну говоря о препаратах, есть препараты, которые способны усилить иммунный ответ, так скажем, поднять иммунитет. Но использование этих препаратов должно быть очень осторожным и под строгим наблюдением врача. Поэтому их использование не так широко распространено. А если же вам хочется выяснить, в каком состоянии ваш иммунитет, то есть и подобные анализы, которые определяют состояние гуморального иммунитета, клеточного иммунитета, то есть тех компонентов иммунной системы, которые защищают нас от вирусов, бактерий, грибков, простейших и так далее, от паразитов в том числе. Есть ли понятие какого-либо коллективного иммунитета или семейного? Да, конечно. Коллективный иммунитет, в плане вакцинации, разумеется, вы спрашиваете, верно? Вакцинация, она обеспечивает коллективный иммунитет. Что такое коллективный иммунитет? Это ситуация, когда, переходя от одного человека к другому, вирус не может размножаться. А тогда, когда в группе людей, у которых нет иммунитета, вирус в них живет, размножается, это обеспечивает ему способность видоизменяться, менять свою структуру и оказываться еще более заразным, более сильным, так скажем, способным поражать широкие массы людей. Тогда же, когда есть коллективный иммунитет, у большого количества людей есть защита от этого вируса, то иммунитет ограничен уже в тех своих возможностях меняться. Там перестают появляться новые штаммы, новые виды этого вируса. Поэтому эпидемия, пандемия постепенно сходит на нет. Расскажите, что значит первичный иммунодефицит? Может ли он быть вторичным или это какое-то приобретенное потом состояние? И с чем это связано? Ну, иммунодефициты, как вы сказали бы, первичные, либо врожденные их еще называют, и вторичные. Вторичные иммунодефициты могут возникать в любом возрасте у детей, взрослых. Чаще всего они связаны с какой-то ранее перенесенной инфекцией, с каким-то хроническим заболеванием, травмой, операциями, приемом лекарственных средств, у которых побочным эффектом является вторичный иммунодефицит. Первичные же они врожденные, то есть это всегда дети, новорожденные дети. Есть большое количество различных врожденных иммунодефицитов, которые могут проявляться сразу в первый день жизни, могут проявляться уже в возрасте около 20-30 лет. Они тоже варьируют в зависимости от своей тяжести. Бывают ситуации, когда иммунитета нет вообще. Бывают, когда это легкий дефект иммунитета. То есть они требуют более подробной диагностики. Всегда это молекулярно-генетическая диагностика проводится для подтверждения этих заболеваний. И в дальнейшем лечение проводится и на местах, и в федеральных центрах. Вот часто болеющие детки, скажем так, это те детки, у которых первичный иммунодефицит, или это все-таки приобретенное состояние, что делать мамочкам, у которых есть такие детки? Ну, часто болеющие дети, прежде чем относить в эту группу ребенка, нужно исключить очень много состояний, так скажем. Часто мама считает часто болеющим своего ребенка, если он начал ходить в детский сад и болеет каждый месяц. Болеет около 8 раз в год для этого ребенка в течение первого года, когда он посещает детский сад, нормально. Если же он начинает уже после первого года болеть гораздо чаще, больше 8 раз, или ребенок до 3-х лет болеет 4-6 раз в год, то да, этот ребенок считается часто болеющим. Но нужно выявлять причину, почему он так часто болеет. В итоге оказывается, что у этого ребенка есть либо аллергия, или какой-то дефект развития, аномалия развития, порог развития бронхолебочной системы легких, хроническая какая-то лоринфекция в носу, в горле и так далее, бронхиальная астма. Часто болеющий ребенок бывает также и первичные иммунодефициты, и вторичные иммунодефициты, которые проявляются просто частыми ОРВИ. Бывают ситуации, когда имеет место так называемый поздний иммунологический старт или младенческая транзиторная гипогаммоглобулиномия. Она возникает у ребенка с полугода, с 6 месяцев жизни до 7 лет, может продолжаться. Эта ситуация не является ни первичным, ни вторичным иммунодефицитом, просто иммунная система несколько медленно развивается. В данной ситуации не нужно принимать каких-то лекарств и так далее. Это те же самые рекомендации по закаливанию и здоровому образу жизни. Мы много говорим сегодня о закаливании организма. Ну вот хорошо, давайте начнем с младенческого возраста. Вот ребеночек только родился. То есть о том, чтобы не создавать парниковый эффект, мы уже говорили. Многие у нас это любят, но опять же, насколько верно держать его в таком парниковом эффекте, а иногда держать его совсем, скажем так, раздетым, чтобы он закалялся. И как начинать это закаливание с самого-самого младенчества? Залог здоровья ребенка, прежде всего, это, конечно, и грудное вскармливание. Обеспечить ему грудное вскармливание. А закаливание не нужно держать его раздетым постоянно. Это просто надевать на него один слой одежды в температуре 18-22 градуса дома. На улице гулять на свежем воздухе не менее трех часов в день. Не обязательно три часа подряд находиться, а в сумме. Дети до трех месяцев должны получать воздушные ванны. Начиная с полугода это уже солнечные ванны. Контрастные души, конечно, не нужно детям применять. Их можно использовать с трех лет. Другие методы закаливания, это, конечно, использование воды теплой комнатной температуры. Кипятить, стерилизовать ничего не нужно. То есть проглаживать всю одежду, все пеленки, кипятить воду, в которой купаете. Бывают ситуации, что вода жесткая, грязная. Тогда, конечно, ее нужно кипятить и даже фильтровать, чтобы не повредить, не навредить коже ребенка. Но если вода чистая, течет из крана, то не нужно ее кипятить. Спасибо вам большое, Лила Тимуровна. Вам спасибо. Интересная информация, очень проблемная, еще раз повторюсь, боль для многих. Будем надеяться, что этот эфир будет для многих полезным. Спасибо. А я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы был врач-уманолог Кубанова Лила Тимуровна. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова